Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Видео сегодня будет длинным, но интересным, по крайней мере, мне было интересно его делать. Ведь в криптопространстве сейчас происходит так много классных вещей, которые, кстати говоря, многие люди даже не замечают. Поэтому я был бы благодарен, если бы прямо сейчас вы поставили лайк, подписались на канал, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Мне это будет очень приятно, и это действительно помогает и моему каналу, и мне. Очень много времени я трачу на то, чтобы анализировать информацию и ежедневно выдавать по ролику. В то время, когда на других каналах этим обычно занимается целая команда, я делаю это совсем один. Начнем с того, что Нурель Рубини, известный как криптоскептики Критик Биткоина, называющий последний самым большим пузырем в истории, чья цена так или иначе упадет до самого нуля, вдруг начинает изменять свое мнение. Скорее всего, потому что посмотрел мое видео, в котором я его упоминал. Разве это не будущее? Нурель, ну скажи мне. Очень грустно, что такие люди, как Нурель Рубини, никак не могут этого понять. Похоже, уже понял после моего обращения. Шучу, конечно. Навряд ли он даже видел мое видео, но тем не менее. Нурель Рубини признает, что биткоин частично является средством сбережения. Даже как-то странно слышать от него такое, ведь Нурель оставался самым упертым криптоскептиком на протяжении долгих лет. Но теперь его мнение начинает постепенно изменяться. Он все еще думает, что биткоин не может быть жизнеспособной валютой и никогда не станет ею, но теперь он соглашается с тем, что у биткоина есть элементы, присущие средству сбережения. Очень приятно, что Нурель все же решил начать понимать биткоин, хотя определение «частичное средство сбережения» вызывает у меня массу вопросов, потому что некоторый актив либо может быть средством сбережения, либо не может быть им. Нурель выбирает крайне осторожную риторику на пути изменения своей позиции. На основе того, что я от него услышал, со всем уважением, Нурелю еще нужно разбираться и разбираться в том, что такое биткоин, как он работает и как он может быть улучшен. Вы поймете, о чем я говорю, когда посмотрите следующий клип. Нурель, я хочу поговорить о рынках с вами, о некоторых активах точнее, например, об одном из тех, который сейчас начинает привлекать все больше внимания, о биткоине. Сейчас его цена выше 15 тысяч долларов за монету. Что вы думаете о криптовалютах, в частности, о биткоине сейчас? Прежде всего, я уже указывал на то, что криптовалюты не могут быть деньгами, ведь чтобы быть деньгами, они должны быть средством обмена. С такой волатильностью это невозможно ни для биткоина, ни для других криптовалют. Также должна быть только одна криптовалюта, и их сейчас такая куча, множество токенов. Конечно же, это должно быть масштабируемым для осуществления платежей. А с помощью биткоина можно совершить лишь 5 транзакций в секунду. Например, виза позволяет совершать 25 тысяч. А также это должно быть стабильным средством сбережения, которое не будет слишком волатильным. Основываясь на первых двух критериях, биткоин не может быть валютой. Но он может быть частичным средством сбережения, потому что, в отличие от тысяч других щиткоинов, его не так просто уничтожить. Потому что в биткоине определено, насколько растет его предложение со временем. Нуриэль рассуждает на тему того, может ли биткоин являться средством платежа и средством сбережения. И пришел к выводу, что у биткоина частично имеются особенности, делающие его потенциальным средством сбережения. Я считаю, что это очень неплохой сдвиг в сознании, ведь совсем недавно Нуриэль называл биткоин большим пузырем и мошенничеством. А теперь уже делает такие заявления. Однако, во многом я с ним не согласен, например, с тем, что биткоин не может быть деньгами из-за того, что его ТПС равняется лишь 5 в секунду. Над этим уже работают, например, Lightning Network или Rollup или еще некоторые решения второго уровня для масштабируемости. Если Нуриэль считает, что все таки останется, что биткоин таки будет производить 5 транзакций в секунду, то он глубоко ошибается. Просто для изменения и развития необходимо время. И человек, который прожил уже немалый срок, должен это понимать. Насчет того, что Нуриэль не рассматривает биткоин в качестве денег. Меня вообще мало волнует, что биткоин потенциально может быть средством обмена. Честно говоря, я даже и не хочу использовать его в качестве денег. Мне просто будет жалко поменять биткоин на чашку кофе, например. Я рассматриваю биткоин только в качестве сохранения того капитала, который я накопил. В качестве убежища от обесценивающихся национальных валют и нарастающих проблем фиатной системы. Теперь я хочу показать вам глобальный график цены биткоина, на котором мы видим все халвинговые циклы, через которые мы уже прошли. Почему я это вам показываю? Да потому что биткоин сделал то, чего не делал с ноября 2016 года. Для начала давайте быстро рассмотрим предыдущие халвинговые циклы. Как мы видим, когда цена биткоина вырывалась из этого треугольника, следовал забег вплоть до нового исторического пика. Так было в 2013 году. Затем в 2016, посмотрите ближе, биткоин вырвался из треугольника, затем протестировал его заново и уже после этого цена понеслась куда-то вверх. Посмотрите, что происходит сейчас. Цена биткоина вырвалась из этого треугольника, протестировала его и понеслась куда-то вверх. Я не исключаю, что она может приблизиться к верхней границе треугольника снова, но по аналогии с предыдущими циклами это может означать только то, что в 2021 году нас ожидает новый исторический пик. Это показывает график, а не я говорю. Мне трудно спорить с графиком. Но очевидно, в 2021 году мы увидим просто невероятные вещи. И очень странно, что на этом фоне СМИ вообще молчат. Об этом, кстати, говорит Криптолав. Очень хороший ролик на эту тему, я просто не могу его не показать вам. Это абсолютное безумие для биткоина. То, что сейчас происходит, настолько сумасшедшая вещь, что никто даже не замечает этого. Сегодня мы поговорим об этом. Так что же это такое? Что ж, мы говорим про это двойное дно биткоина перед тем, как он пробил 14 тысяч долларов. Я говорил о том, что если этот уровень станет поддержкой, то есть шанс в 90%, что биткоин будет продолжать рост до 20 тысяч долларов. Теперь биткоин болтается между 14 и 16 тысячами долларами. Но есть тут одна вещь, которую практически все не заметили. Если мы посмотрим на цену биткоина, то увидим. Такие цены, как сейчас, в последний раз были в январе 2018. Цена биткоина сейчас на таком уровне, которого не было за 2 года и 10 месяцев. Итак, если мы посмотрим на все эти новостные заголовки, например, Wall Street Journal, то увидим, что нет ничего про биткоин. Посмотрим на еще один крупный ресурс, New York Post. Ничего про биткоин. Говорим про корону, выборы, политику и ничего о биткоине. BBC News, угадайте что? Тоже ничего про биткоин. При том, что он сейчас находится на пиковых ценах за последние почти 3 года. Это абсолютное сумасшествие какое-то. Если мы посмотрим на эту диаграмму, то увидим, сколько дней биткоину понадобилось, чтобы достичь новых вершин после продолжительного и постоянного нахождения цены выше конкретного уровня. В среднем это около полугода. Сейчас биткоин уже находится выше 10 тысяч долларов больше последовательных 100 дней или около того. Поэтому есть шанс, что он вырастет до 100 тысяч долларов на протяжении полугода. То есть до мая 2021. Кроме того, у нас новый президент, а он напечатает еще несколько триллионов долларов. Биткоин это лучшее средство сбережения, потому что нет рисков с третьей стороной. Никаких инфляционных рисков. Независимость и растущий дефицит биткоина, скорее всего, послужат драйверами роста его ценности с течением времени. Итак, цена биткоина находится на отметке, которая в последний раз была больше двух лет назад, и никто об этом не говорит. Цена продолжит расти, пока не преодолеет снова 20 тысяч долларов. И до этого момента массовых закупок розничными инвесторами не будет наблюдаться, потому что им об этом никто не говорит. Все молчат, лишь отвлекают их политикой, пандемией и прочей ерундой. И за этим потоком информационной грязи все пропускают самую большую вещь в их жизни. Великое перераспределение богатства, пока все отвлекаются на вирусы и политику. Ребята, я не могу не согласиться с этим человеком. Я тоже об этом говорил не раз, хоть и по-своему. Но хочу уточнить, кое-кто об этом говорит, но таких людей и инфоресурсов очень мало, особенно по сравнению с хайпом 2017 года. Именно поэтому я считаю, что самый массивный хайп биткоина все еще впереди. И все, что мы сейчас наблюдаем, это просто цветочки. Просто, блин, цветочки. Теперь я хочу показать вам еще один очень вдохновляющий клип от Билла Миллера. Это известный, практически легендарный инвестор. Он говорит, что все крупные банки и инвестиционные компании с большими доходами, в конце концов, будут обязаны иметь дело с биткоином. Простыми словами, всем им придется иметь в резерве хотя бы крупицу этого актива. Философия биткоина, говорит Билл, очень проста и завязана на спросе и предложении. Предложение биткоина растет примерно на 2,5% в год, но спрос растет еще быстрее. Но в итоге биткоинов будет лишь фиксированное количество. В интервью CNBC он также добавил. Я настоятельно рекомендую людям, которые не имеют биткоинов, купить их даже по сегодняшней цене. Биткоин достиг уровней, которых мы не видели с января 2018. 45% роста за последние месяцы и сегодня он стоит больше 15 тысяч. И несмотря на закручивание гаек регуляторами, легендарный инвестор Билл Миллер говорит нам о том, что он верит, что биткоин останется навсегда. Людям, у которых нет биткоина, я бы настоятельно рекомендовал покупать биткоин прямо сейчас. Наш коллега расскажет о том, что дает топливо этому росту. Эти большие инвесторы, типа Билла Миллера и Пола Тюда Джонса, являются частью того, что провоцирует этот рост биткоина. Он достигал даже 16 тысяч долларов. Очень большая неделя для главной криптовалюты. Но есть еще несколько факторов. Первый – это выборы. Биткоин рассматривается как способ пережидать бурю. Точно так же инвесторы раньше относились к золоту во времена максимальной неопределенности. Биткоин также дефицитен с фиксированным количеством монет в циркуляции. Также ожидаются новые стимулирующие финансовые пакеты и ослабление доллара после выборов. ФРС США вчера придержали процентные ставки около нуля. Пол Тюда Джонс также говорит об инфляции и о том, что биткоин – это лучший способ защиты от нее. Кроме того, крупные мейнстримные компании заходят в криптовалюту, что дает скептикам больше желания и самим инвестировать. Микростратеджи и Сквеа добавили биткоины в свои счета в этом году. А директор Сквеа и твиттер Джей Дорси назвал биткоин «нативной валютой интернета». Пейпал также интегрировал биткоин. И, наконец, пандемия ускоряет развитие цифровой экономики и в таком духе инвестиции в цифровую валюту имеет еще больше смысла. Ребята, если вы подписаны на мой канал уже достаточно долгое время, я уверен, что вы, так же, как и я, возбуждены будущим этого пространства. И все выглядит просто очень круто. Билл Миллер сказал, что биткоин заключается в теории спроса и предложения. Я хочу показать вам этот твит Чарльза Эдвардса. Как вы, наверное, помните, у компании Сквеа есть свое платежное приложение. Оно называется Cash App. В этом приложении пользователи Сквеа могут купить биткоин. Я уже показывал вам, что с каждым новым кварталом это приложение продает все больше биткоинов своим клиентам. Но теперь я хочу показать вам эту диаграмму. За третий квартал этого года майнеры создали 81 тысячу биткоинов. Пользователи Сквеа за это же время купили 163 тысячи биткоинов, что почти в два раза больше добытых новых биткоинов. То, о чем и говорил Билл Миллер. Предложение биткоина растет, но спрос растет еще быстрее. Практически в два раза быстрее, если сравнивать эти диаграммы. Кроме этого, не стоит забывать, что в конце концов майнеры не смогут больше добывать биткоины, потому что они закончатся. В итоге мы придем к тому, что предложение биткоина перестанет расти, а спрос, даже если останется на прежнем уровне, приведет к повышению цены биткоина. Почему люди этого никак не могут понять, что это просто неизбежность? И, наконец, я хочу закончить вот этой новостью. На фоне происходящего в США и то, что Джо Байден в шаге от того, чтобы стать президентом, это тоже в какой-то мере может быть позитивом для биткоина. Битбол пишет у себя в Твиттере. Срочные новости. Байден, похоже, наймет Гэри Гэнслера, который относится к криптовалюте с дружелюбием. Гэри Гэнслер когда-то занимал кресло управляющего комиссией по торговле товарными фьючерсами. Сегодня он читает лекции про блокчейн и криптовалюты в университете MIT. Например, на сайте университета можно найти курс «Блокчейн и деньги». И, как мы видим, автором курса является профессор Гэри Гэнслер. Также он написал работу на тему того, почему блокчейн ускоряет изменения в мире. В курсе «Блокчейн и деньги» Гэнслер сказал, что несмотря на то, что многие криптовалюты сталкиваются с регуляторным давлением, биткоин должен оставаться неприкосновенным регуляторами. Как мы видим, этот человек крайне хорошо относится к биткоину. И то, что Джо Байден рассматривает его для своей команды, очень и очень хорошо. Насчет того, стоит ли биткоин регулировать, тоже можно поспорить. С одной стороны, регулирование для биткоина – это хорошо, это сделает людей более уверенными в цифровых валютах. С другой стороны, это противоречит истинному духу биткоина. И может привести к его централизации, против которой вообще-то биткоин и был создан. Так что очень неоднозначный вопрос. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А на этом у меня всё. Меня зовут Богатейший Ди. Поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ежедневный анализ такой кучи информации действительно утомляет. Поэтому лайки – это то, что очень, очень помогает. А учитывая, сколько вы их ставите, я могу сказать, что мы – самая активная и сплочённая крипто-семья на русском ютубе. Без сомнений. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»